Спиной вперёд, тоже самое, тоже ножки не теряем, семеним ногами, семеним. Непосвящённому зрителю кажется, что в спортзале идёт обычная разминка. Но это тренировкой для юных боксёров, поэтому и упражнения ребятам дают такие, чтобы уже с самого начала занятий они разминали необходимые группы мышц. Дроги на ногу, я освободил, перезагрузил, вес тела уже здесь, я бью с ноги. Смутился сюда, я перешёл, я сел и здесь, я с ноги бью. Походите, покрутитесь. В зале участники турнира по боксу памяти почётного гражданина БМР, тренера Ивана Кузьмича Трухляева, который проходит в рамках всероссийского проекта компании «Фосагра» «Детям России. Образование, здоровье и духовность» на призы Балаковской АЭС. Мастер-класс для них проводят воспитанник Ивана Кузьмича, мастер спорта международного класса Олег Комиссаров и заслуженный мастер спорта Игорь Кшинин. Приехали своих воспитанников, привезли, ну и показать заодно ребятам свои какие-то наработки, какие-то свои приёмы, поделиться с подрастающим поколением своим опытом, показать ей что. Сам мастер-класс мало чем отличается от обычной тренировки. Основные элементы в боксе отрабатываются одинаково во всех городах и странах. Но всё равно ребята внимательно слушают наставников, которые достигли спортивных высот, о которых юные боксёры пока только мечтают. Я им сразу сказал, что всё будет одинаковое, похоже, что вы делаете. Я думаю, каждый советский тренер все эти элементы знает. Также, да, Иван Кузьмич меня тренировал, потом Мастер Сергеевич Черный Иванов, заслуженный тренер. Везде всё одно и то же, а ты уже сам привязываешь, что тебе надо. Каждое упражнение, говорят наставники, надо доводить до автоматизма. Тело должно реагировать на действия соперника раньше, чем мозг успевает подумать. Но при этом надо просчитывать свои шаги наперёд. Ведь не зря бокс сравнивают с шахматами. На ринге многое зависит от оригинальности мышления спортсмена, от быстроты его реакции и умения найти выход из любого затруднительного положения. Вот набегаю я. Особыми гостями мастер-класса стали ребята из Энергодара Запорожской области. Они впервые приехали на соревнования в Балаково по приглашению Балаковской АЭС. Энергодар – это город атомщиков, моногород по сути своей. Там одна из крупнейших на сегодняшний день. Даже не одна, а крупнейшая на сегодняшний день АЭС в России, шестиблочная, очень похожая на нашу. Единственное, что новый регион, жизнь ещё не налажена. Но Росатом взял на себя как бы опёку над этим городом. Школа у них бокса была, знаменитая школа Манзули. Сегодня в неё вложились. Они на достойном уровне выступают, показывают замечательные результаты даже уже на сегодняшний момент. Ну, будем так говорить, школа хорошая и бокс там развит очень хорошо. Специально для энергодарцев Балаковская АЭС приготовила подарки – боксёрские перчатки для тренировок. Их украсили автографы Олега Комиссарова и Игоря Кшинина. И ребята сразу же начали примерять обновки. Подарки хорошие, удобные перчатки, твёрдые. Такие мастер-классы, которые проводят титулованные спортсмены, очень нужны ребятам. Они видят, каких высот можно достичь, если упорно тренироваться. Ведь и мастера спорта международного класса когда-то были начинающими боксёрами. Они тоже переживали за проигрыши и, может быть, хотели бросить спорт. Но собирали волю в кулак и шли к своим победам. Значит, и у этих ребят всё получится. Главное, чтобы была поддержка и возможность показать своё мастерство. Конечно, детям намного интереснее заниматься, когда у них есть возможность себя проявить, показать то, чему ты научился. Конечно, мы видим зрителей, полный зал вчера, который с такими эмоциями болел. Конечно, это популяризирует вид спорта – бокс. И эти дети потом, может быть, изъявляют желание, приходят, пробуют свои силы и занимаются. В Балакове при поддержке Балаковской АЭС проходит очень много соревнований по боксу. Большинство из них традиционные, на которые съезжаются юные спортсмены из разных регионов страны. Тренеры из других городов даже не раздумывают, везти или нет своих воспитанников на турниры в наш город. Ответ однозначно – да. Раз-два свозил кто-то раз и уже и перестал ходить. А не свозил бы он, ходил бы ещё целый год, мозги бы трепало, и в итоге всё было бы это впустую. А здесь как раз кто-то отсеивается, смотришь характер ребёнка, как он горит, не горит, ломается за счёт вот этого, и формируется стержень спортсмена. Наверное, поэтому с каждым годом турниры по боксу в Балакове становятся всё масштабнее. Растёт число участников, увеличивается количество дней. Многие соревнования уже проходят по три дня, чтобы вместить всех желающих. И организаторы говорят – останавливаться на достигнутом они не собираются. Если понадобится, то турниры будут и по четыре дня. Главное, чтобы дети могли заниматься любимым видом спорта.